Внешние раздражители Внешние раздражители Рок жив, рок навсегда. С этим музыкальным направлением у нас ассоциируется Виктор Цой, группа Ария, ДДТ. Наш сегодняшний герой Виктор Самойлов тоже связал свою жизнь с рок-музыкой. И без вот такой вот ударной установки не может представить и дня. Может быть, в скором будущем и его произведения мы будем слышать из колонок наших проигрывателей. Вот уже 8 лет Витя вместе со своими друзьями раздражает людей своими песнями. Не потому, что музыка плохая, а потому, что название такое нестандартное – внешние раздражители. Ребята, безусловно, доставляют удовольствие и заряжают позитивными эмоциями своих слушателей. Ярко, креативно, нестандартно. Но за такой виртуозной игрой и отличной работой на аудиторию лежит огромный труд и необычное начало музыкальной карьеры. Витя, расскажи, как начинался твой творческий путь и почему именно музыка? В общем, все так началось. У нас, ну, к нам домой очень часто проезжали гости всяческие. И однажды приехала как бы мамина подруга и говорит, Витя, ты умеешь на гитаре играть? Говорю, нет, она говорит, ну, все же девочки любят, когда на гитаре играют. И я, в общем, обратился к своему однокласснику, ну, чтобы он меня научил. Мы, в общем, после школы пошли. Там у нас за домом было поле такое, сели, в общем, там. В поле он стал как бы мне показывать, как там что зажимать. А я взял две дубиночки таких, ну, палочки толстых, и стал с ним играть. В общем, говорит, все, гитара отменяется, у нас с тобой теперь группа и, в общем, идем. На самом деле много разных играли даб, хип-хоп, гранж играли. И вот, ну, рок как-то... У нас, собственно, даже и рок такой, он с примесями хип-хопа. У нас вокалист часто читает, и все такое, ну, достаточно неклассическое. ПЕСНЯ Выступление на благотворительном фестивале «Атмосфера» в поддержку Матищинского детского дома, концерты в школах и на городских мероприятиях. Витя со своей командой без дела не сидит. Ежедневные репетиции, выступления и записи новых песен требуют большой слаженности в коллективе и постоянной самоотдачи. Но это для ребят не проблема. Все они поддерживают друг друга и живут равноправием. Витя говорит, что иногда можно часами сидеть над одной песней, думать, разыгрывать, спорить как лучше, и в самый последний момент все перечеркнуть и написать что-то совершенно иное. Наверное, это и есть таинство творчества. Ну, в общем, вот с этим парнем из школы мы ходили. Я играл в коробочках, на ведрах. Мы надоедали всяческим прохожим всячески. И вот, в общем, познакомился с этими ребятами. Они тогда ходили, гуляли по всяким крышам, чердаки, ну, всякое там цови, ну, разная вот эта вот история. В общем, очень втянулся в это и стал с ними, в общем, ходить, играть по баночкам и крышечкам. Ну и что вы, чего уже достигли? Ну, чего, вот пишем второй альбом сейчас, играем концерты. Везде приглашают, все любят. Играем очень хорошую музыку. Мы снова на ночь из домов, бежать по лесу, до костров, чтоб поутру опять забыть. Куда идти и где нам жить, нам нужно только два глотка. Глоток свободы и вино, чтобы было весело идти, ведь жизнь от смерти полпути. Ну, без чего нельзя обойтись, это без бочки. Хотя, на самом деле, можно без всего обойтись. Ну, знаешь, можно сыграть ритм на одном барабане. А можно к этому все приклеить. Это вот тут как бы проще, чем с гитарой. Не накосячишь нотами и прочее. Вот, ну, а в основном все пользуются, как бы, бочка, хай-хэ и рабочий барабан. И всякие красотульки. Музыка – это труд, а трудиться может и хочет не каждый. Витя несколько раз уходил из группы в поисках чего-то нового. То ли звучание, то ли вовсе иного пути в жизни. Но наш герой вовремя понял, что все дороги ведут в отчий дом. И свою музыкальную семью Виктор не бросил. Вместе с друзьями искал новое помещение для репетиций, чтобы и звучание было хорошее, и людям посторонним не мешать. В итоге, кто ищет, тот всегда найдет. Мы до этого снимали другой гараж. У нас, как бы, репетиционная база стоит где-то 500 рублей 3 часа. То есть, чтобы репетировать каждый день, нужно достаточно много денег. Их, как бы, обычно не бывает. Вот. И мы в Матищах открыли недавно гараж. Как бы, такую репетиционную точку. Просто в гараже, без всяких туалетов и прочих удобностей. Просто вот гараж в фрам-зоне. И я говорю, нам, как бы, надо такой же, в общем, сделать. И мы, как раз, нашли здесь неподалеке. Один байкер сдавал гараж. Он там живет. И потом, собственно, мы сделали свой. Это пенофол. Это чтобы зимой мы здесь зимой сюда приехали. И чтобы здесь не было холодно. Вот такую штуку сделали. Пол поднимали. Вот тут линолеум, всякое такое. И ремонтик, полочки, все сами. Ну да. В мире есть музыканты, которые задают новый вектор звучания. И ребятам это интересно. Слушают они не только рок, но и электронную музыку, и рэп. Но подражать никому не хотят. У них своя музыка. Искренняя, живая, идущая от сердца. Иногда трогательная, иногда протестная. Но всегда заставляющая задуматься. Виктор уже пробовал сам писать тексты. Но говорят, что пока этот опыт неудачный. Но останавливаться на этом он не собирается. Впереди много всего неизведанного и интересного. А откуда ты вообще пытаешься брать вдохновение? Из другой музыки. Но из жизни, не знаю. Просто она все время в голове играет. И слышу, играю. Драйв, мощь, ритм. Атмосфера накаляется с каждой секундой. Ребята умеют зарядить своей энергией и заставить кровь закипать. Могу сказать, что репетиции их не проходят даром. Они либо создают что-то новое, либо постоянно оттачивают свое мастерство. Ведь музыка для них – это не развлечение. Это то, чем они живут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первая тема пластинка тоже записана. Ну, считай, все деньги, которые крупные появлялись, сразу же вкладывали в группу. Молодцы. Ты хочешь прям официально развеять миф, что рок-группа может существовать без алкоголя в гараже перед репетицией? Конечно. У нас вот два – басисты, гитаристы наши, они не пьют вообще и не курят. Вот. Ну, как бы все очень… За здоровый образ жизни. За музыку скорее. У ребят уже есть свои поклонники, свои странички в социальных сетях, где пишут много приятных отзывов и ждут новых песен. Наш герой отмечает, что приятно наблюдать рост аудитории. Хотелось бы привлечь разных людей и как можно больше. Это дает дополнительный стимул двигаться вперед. В конечном итоге слушатель всегда прав. Именно он оценивает, и мнение людей – очень важный критерий. Эти парни всегда старались и стараются делать что-то новое, не копировать другие команды. И уже восемь лет держат определенную планку, которую в будущем планируют только повышать. Есть в Матищах такой М8 бар. Там как раз-таки вот эти вот байкеры все и тусуются. И там частенько выиграем. На каких-то фестивалях у нас на городских выступали уже? Ну, на Дне города будем играть в этом году. И как вас вообще зрители принимают? Очень-очень любят. Свой есть уже? Фан-клуб какой-то? Ну, есть. Мы, правда, у нас он достаточно небольшой. И состоит из таких людей, которых мы не знаем, потому что как работает, в общем, вся вот эта система клубная. То есть вы приводите 12 человек и выступаете. Такая известная история. И мы как бы подумали, что это не круто брать со своих друзей деньги, чтобы они шли, сидели, слушали всякую разную музыку непонятную. Потом приходили мы и, в общем, никого никогда не звали. Поэтому, собственно, все наши слушатели нам неизвестны. Вечер падает в ночь. Этот мир нас рисует вдвоем. Ну, пожалуй, что-то еще, я не знаю, я не хочу вспоминать. На фестивалях внешние раздражители уже известны. Они любят себя показать и на других посмотреть. Ведь новые люди не могут не влиять на творчество, хотя бы чисто с технической точки зрения. От их уровня порой может зависеть полностью концепция той или иной композиции. Планы на будущее у Вити и всей группы грандиозные. Большая сцена, многомиллионные залы и мировая слава. Не за деньгами ребята гонятся, а просто хотят, чтобы их слушали и услышали. Ну, было интересное дело. Мы как-то выступали на корпоративе Mail.ru, играли концерты. Был такой момент, когда я пошел как бы в зал. Ну, не в зал, а туда в толпу с дисками, почему-то как-то ни о чем не подумав. И меня так достаточно сильно прижали к земле. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наш герой показал, что ни отсутствие музыкального образования, ни финансовые возможности, ни ссоры в коллективе не могут помешать творить и заниматься любимым делом. Нужны только единомышленники рядом и небольшой гараж. И потом, пусть маленькими, но уверенными шагами идти к заветной мечте. И вот это делает двумя ногой. Мне жалко, я не могу сильно бить. Давай ударь секси. Только бей вот сюда вот этой рукой, а этой вот сюда все время. Сейчас получится сразу, да. И что мне ими делать? То же самое, только гладь. Ну, то есть, можешь не бояться. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а мы пожелаем Вите и ребятам новых сцен, новых зрителей. И ждем билетов в фан-зону Олимпийского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи о своих ощущениях внутренних, когда ты пишешь музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, ну, во все вкладывается душа, как бы, без этого же нельзя. Ну, а что ты можешь пожелать вот новичкам, кто сейчас тоже сядет за ударные, или захочет играть на гитаре, или создать там свою группу? Что вообще для этого нужно, и какие твои пожелания? Ну, ничего, это все легко, это все каждому доступно. И, собственно, не отчаиваться, не знаю, постоянно какие-то происходят конфликты, какие-то трения, ну, для того, чтобы этого не произошло. Ну, любить, любить свое дело, любить все, что делаешь, и делать все, что любишь, наверное. Вот и все. Музыка везде, утром в автобусе или машине, днем в наушниках вашего плеера. Ни один день не обходится без любимой мелодии. И вы можете попробовать свои силы на музыкальном поприще. Учитесь, совершенствуйтесь, творите и не ленитесь. И, может быть, о вас скоро заговорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова